Субботники. Добрая традиция, пришедшая к нам далеко из советских времен. К сожалению, с тех пор изменилось многое. И масштаб, и сам настрой. Но в нашем городе взялись за возрождение коллективных мероприятий по уборке территорий города. На сей раз благоустроить скверы и улицы Касписка. Помимо представителей администрации взялись студенты СУЗов и ВУЗов, а также сотрудники некоторых городских организаций. Начало дня добровольного дворника, как еще называют субботник, было положено в администрации. Работники которого на своем примере показали, с каким рвением стоит билить бордюры, очищать территорию и удалять сорняки из газонов. Оставив часть группы здесь, остальные двинулись в сторону вечного огня. Куда к этому времени подтянулись и делегации средних специальных и высших учебных заведений города. Праздничное настроение можно было уловить не только по внешнему виду ребят, но и потому, как они умело и дружно от них за другим сажали маленькие саженцы и собирали мусор. Вот конкретно я у вас. В числе тех, кто принял участие в общегородском субботнике, студенты медицинского училища. По мнению первокурсниц, каждый житель должен не только наводить порядок, но и содержать в чистоте улицы родного города. С такой целью мы и пришли сюда, говорят девушки. А в дальнейшем планируем на собственном примере доносить суть такого масштабного мероприятия всем горожанам. Наш город один из самых активных в подготовке к празднованию Дня Победы, отмечает Людмила Левицкая. Об этом можно судить не только по субботнику, но и общереспубликанской акции «Сирень Победы», которую поддержал Каспийск. Охватить весь фронт работ за один день, конечно, не удастся. Потому что в ближайшее время коллективы городских учреждений и организаций выйдут на улицу города, чтобы вступить в борьбу за чистоту Каспийска. Зайра Гамзатова, Шамиль Гусейнов, Новости Каспий-ТВ.